Ну, пока вы знакомились с правилами проезда перекрёстков, ко мне успели присоединиться ранние утренние гости. С удовольствием представлю. Это Театр Жидулеску, руководитель музыкальной студии. А также к нам присоединилась Ева Сильвестру. Это ученица как раз той самой музыкальной студии. И о работе, о которой мы сегодня будем говорить. Доброе утро. Доброе утро. Вы к нам не с пустыми руками, скажем так. Наш основной информационный... С талантом. Да-да-да. Наш основной информационный повод, по которому собрались, это вы записали клип. Ева и песню спела, и в клипе снялась. Расскажите, пожалуйста, с какого возраста вообще к вам приходят в студию дети, которые вот хотят блеснуть талантом? Ну, в танцевальной обычно с трёх можно даже раньше, а в музыкальной чуть сложнее. Там 4-5 это рановато. Ну, как бы в 5 уже можно начать. Некоторые начинают в 4. Ты, Ева, с какого возраста начала заниматься музыкой и петь? Пять возраста. Пять. Пять лет тебе было всё. Ну что ж, ты сейчас уже школьница, потому что я уже успела заглянуть в клип. Там, оказывается, школа. Ты уже тоже учишься. Да. И как тебе в школе? Очень хорошо. Что нравится больше всего? Больше всего мне нравится учиться. Учиться. А вот, судя по песне, мне показалось, что школа как раз всегда хороша тем, что есть... Песни шутят. Песни шутят. А как вообще происходит эта работа, когда выбирается песня, на которую можно снять клип? То есть это ведь должно быть достойно представлено, правильно? То есть не любая может композиция, не любой ребёнок, наверное, не на любом этапе. Вы знаете, у меня очень большой опыт, но в последнее время, особенно в последние 10 лет, я тебе сказал бы, родители настолько сильно включаются в процесс обучения ребёнка даже каким-то хобби, что нам, педагогам или консультантам, я, допустим, на данном этапе её консультант по менеджменту, и могу только консультировать, потому что родители настолько сильно включаются, что они, наверное, не знаю, сутками сидят. И ищут материалы, и находят. Я здесь, допустим, не имею никакого отношения ни к продукции. А, то есть настолько родители знают, чего хотят, да? Да, и ко мне только приходят и спрашивают, как твоё мнение, какого уровня качества будет, и я консультирую больше. То есть родители настолько сильно включаются, потому что они вкладывают свои деньги в это. Естественно, в результат, да, здесь должно быть финансирование. Процесс, да, и это, конечно, похвально, но и грустно с какой-то стороны, потому что меньше работы мне остаётся. Но всё равно самое... Или педагогам. Или педагог по вокалу, да, у них, конечно, там подготовка. С кем ты занимаешься вокалом? Дам Нелли. Дам Нелли, да? Лиля Верлан. Это ваш педагог по вокалу. Из Дана Маркетан Лили Верлан. Вот я понимаю, что есть педагоги по вокалу, есть учебный процесс, а всё-таки снять клип – это какой-то особый этап. Вот это твоя идея была, что хочу клип? Моя. Как тебе? Почему тебе захотелось? Что он интересный, весёлый. Весёлый, знала уже, что будет весёлый. А вот мне интересно, Теодор, я вас спрошу. Вот сейчас очень большой поток информации, клипы, дети видят это, что можно быть в телевизоре, да? То есть это стало очень доступным. То есть это действительно, приходят в студию для того, чтобы быть звёздами. Это уже так, да? Так и есть, и я сталкивался с такими ситуациями, когда родители не могут себе позволить настолько много участвовать. Я бы посчитал это хобби. Никто не знает, кем Ева станет через 10 лет. И какие у неё приоритеты, и что изменится в её вкусах. Может, ей понравится больше танцевать, чем петь. Или вообще математика, или физика. Что тебе больше нравится учиться? Физика. Вот, физика, видишь? Да, какие песни. Но, к сожалению, родители по-другому реагируют сейчас, как в наше время. Что ребёнок хочет, то и дают. И особенно таким везучим, как родители, сильно могут случиться. Но, чтобы был талант, это же всё равно остаётся основой того, что должно происходить. Ну, как говорят, таланта не должно быть настолько много, он может и помешать. А главное, работать. Усердие, да? Много работать, усердие, потому что я в это верю. Я слишком долго живу и учу, чтобы не знать, что очень мало талантливых людей поднимались. И в мире, и даже вокруг меня. Больше всего и выше всего поднимались те, которые работали очень сильно. И те, которым повезло, чтобы кто-то помог родителям. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Абсолютно верно. Это тоже обязательно. Да, и нурок. Да, без удачи никуда. Давайте мы сейчас всё-таки продемонстрируем телезрителям результат вашей работы. Состоится премьера клипа на песню. Как, кстати, называется песня? Я иду на пати, мама. Я иду на пати, мама. Вечеринка. Отправляемся на пати. Я стою рано, учусь на отлично. По дому помогаю, выгляжу прилично. Учителя довольны рисую и пою. Послушайте меня, я тут с тобой захожу. Опять, как бегу я, друзья, а я... А как же я? Можно одета, причёсана, умыта. Я иду на пати, мама. Тема закрыта. Можно одета, причёсана, умыта. Я иду на пати, мама. Тема закрыта. Опять тошли, дуля, друзья, а я... А как же я? Опять тошли, дуля, друзья, а я... А как же я? Для бабушки улыбка, для мамы уборка, Папи, шарлотка, для деда пятерка Свободны, нет, минуты мой, график, запис Все что хочет, праздника, а разум кипит Опять пошли, кузя, клюя Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Дискотека, что во школе, мы всем классом на танцполе Все нарядные танцуют, влюбляемся и ревнуем С нами химичка и физрук, трудовик, так и без рук Рука налево, нога направо, дискотека круто, браво Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Мозда, деда, причесана, умыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Я иду на фасе, мама, тема закрыта Ну что, я тебя поздравляю с премьерой Во-первых, понимаю, что здесь усилия и тео-дэнс-студии, конечно Да, танцоры все великие, какие таланты И готовились, я так думаю, что долго Особенно вот этот длинный план Это ведь какой нужно проделать Чтобы было синхронно и много раз снимать Чтобы ни одного не было промаха Вот когда репетиции уже были, сложно было столько раз повторять-то? Да Но в удовольствии? Да Что, ты прямо устала? Там прямо так сложно Вот видите, вы не знали Не было видно, что ты устала А дети, оказывается, не признавались Или тебе нравилось? Нравилось Ну, конечно, кому не понравится Потому что понимаешь, что все-таки это будет такая работа Все будут смотреть Ты дальше планируешь, вот ты сказала, физиком стать А ты будешь поющим физиком? Будешь заниматься музыкой продолжать? Буду музыкой заниматься Да, что? Поищем еще другую песенку? Да Сделаем еще клип? Да Ну все, мы уже начинаем искать Композиторы, готовьтесь Мы скоро идем к вам Ну, вот такой нужен современный материал Предупредим сразу композиторов Вообще, вот что касается работы У вас ведь и музыка, и хореография И, насколько я помню, актерское мастерство Да? То есть, вот что интересно детям больше всего Вот сегодня? Потому что они все-таки избалованы Им много всего предоставлено К чему их тянет? Ну, от того, что у нас только это все Что связано с искусством Конечно, на первом месте танец Потому что он более доступный И в плане затрат для родителей Потому что есть родители, которые понимают Насколько музыка дорога Есть, которые не понимают Приходят и обижаются И хотят тоже Удивляются Хотят, как она Но не могут себе позволить А то Я не могу включиться в это Я бы не смог себе позволить Сейчас сделать клип для себя Так что есть родители, которые это понимают И делают, поддерживают Есть, которые нет И понятно, что на музыку идут меньше людей И, понятно, на актерском еще меньше Потому что там вообще темный лес И никто не понимает, что это такое И только те, которые понимают Что делая какие-то курсы актерские Тебя помогут везде в жизни И адвокатом будучи И политиком Кстати, да, независимо же от профессии Абсолютно верно Потому что даже ты врач И где-то надо что-то говорить на публике И я сталкивался с тем, что готовил кого-то Выходить на публику И вести речь какой-то Или семинар какой-то Потому что он просто Базовые знания Конечно, абсолютно верно И это везде нужно Все зависит, куда тебя толкнут В основном родители А уже детки, которые чуть постарше Да, всех тянет на танцы И в основном на хип-хоп Я уже от него Но не могу им привить Любовь к универсальному танцу Или к балету Что это основа основ Им нравится хип-хоп Модерн, РНБ Вот такое сейчас движение И партий Да Мы, кстати, не прощаемся Ева, ты ведь нам сегодня еще исполнишь песню Да И будет танец Но это все будет чуть позже Пока что просто пообещаем Что впереди выступление Вам спасибо большое Что пришли этим утром к нам в студию Спасибо вам Спасибо огромное А мы движемся далее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok